Привет, дорогие друзья, дорогие зрители, ну и чудо-комментатор моё отдельное. Вам здравствуйте! Поговорим о Сэмвеле Адамяне и его семье. Посмотрела я ролик с участием мамы, где она в очередной раз сетует и жалуется на то, какой бедняжечка её Эдик, какой он молодец и какой козёл дядя Миша, который оставил кучу мусора, который теперь её любимому сыночку придётся выгребать. Вы знаете, я смотрю на это на всё и понимаю, что на фоне таких достаточно успешных детей, как Сэмвел, как Ира, конечно же Эдик меркнет. И вот действительно его маме жальче. И всё-таки даже где-то ей обидно, что её старшенький, любимец, копия мамочки и так не может в жизни состояться, никак не может реализоваться. И все прекрасно понимают, что даже Ютуб ему бы абсолютно не светил, если бы не младшенький брат Сэмвел, который его протянул, его прорекламировал. И мама это понимает и осознаёт, как никто. И вы знаете, вот сидит сын, которому я не слышала вот ни одной в его адрес хвалебной оды от мамы. Он у неё раздай срака, он у неё непутёвый там, и как она его только не называет. Но Эдик – это, да, тот ребёнок, которого она боготворит и любит. Обратите внимание, ни одного камня никогда не летит именно в сторону Эдика. И мне кажется, Сэмвелу достаточно было на месяцишко маму лечить, ой, лечить, лишить, да, всех средств, оставить маме только её пенсию, не привозить, не покупать ей разных вкусняшек, не оплачивать её счета. И как бы мама переоценила Сэмвелу? У неё бы тут же открылись на него глаза, и она поняла, как она его любит. И мы бы из ролика в ролик слышали хвалебные оды именно в адрес Сэмвелу. А так, да, по факту мама не ценит абсолютно то, что она имеет. Ведь если разобраться, все её проблемы решаются, да, просто щелчком пальца. Ей всё покупается, всё привозится. Она живёт на полном пансионе, и согласитесь, у неё не болит ни за что голова. А не так, как живут другие пенсионеры, да, которые думают, за что там купить лекарство, оплатить коммуналку. То есть мама этой головной боли лишена. Целые дни она проводит себе в удовольствие. В кровати, отдыхает, при этом смотрит Ютуб, всех своих детей. Всё контролирует. И вот такую вольготную жизнь, конечно же, ей создал Сэмвел. Опять-таки, понятно, что мама часть контента, поэтому она обязана участвовать в роликах для того, чтобы кушать красную рыбку на бутербродике. Ну, вы знаете, действительно очень печально смотреть, когда для одного ребёнка всё, а других детей она просто игнорит. То есть, согласитесь, не только они от хвалебных от в адрес Самвела, но и в адрес Иры. То есть этих детей она предпочитает, в принципе, особо не восхвалять. Зачем? Ведь у неё есть идеал, это, конечно же, Эдик. И вот здесь у меня возникает вопрос, почему мама ещё в Украине? Почему она не у любимого сыночка? Далее, ребята, да, в этом же ролике опять мама начала поднимать тему западной Украины, рассказывать о том, какие там матери кукушки выкидывают куда-то там в реки, в коробках оставляют детей. И мне хочется сказать, что Татьяна Васильевна, перед тем, как кого-то, да, оскорблять и рассказывать, что они кукушки, посмотрите на себя. Посмотрите, сколько передач с вашим участием, которые говорят о вас. И никто, я не видела ещё ни одной передачи, кто бы вас хвалил и действительно вами восторгался как матерью. Больше восторгаются всё-таки вашими детьми, которые простили всё, что вы им в жизни сделали и приняли вас как мать. И, кстати, обеспечили именно вот такую вот старость. И сказать объективно, заслужила ли мама на неё, ну, я думаю, всё-таки не совсем, но она это получила. Опять-таки, да, интересный момент меня всё время поражает, что никто не знает, сколько стоит дом Эдика. И мама говорит о том, что ей это неинтересно. И вы знаете, вот это действительно выглядит смешно. То есть Татьяна Васильевна интересуется всем, что связано с Самуэлом. Она готова преследовать его там, вдогонку кричать, выбегать босиком на лестничную клетку, лишь бы узнать, сколько, например, денег он потратил в ресторане, сколько ему обошлась посиделка или там поездка за границу, или на какую сумму он купил кому-то подарок. Но это ей очень интересно, это ей очень важно знать. Но по теме, сколько Эдик потратил на свой дом, маме это неинтересно. Мама предпочитает опускать эту тему и даже не поднимать. Далее, конечно же, да, мама сказала, что она уже собирает посылку Эдику, и все те, кто ему помогают в его окружении, все получат от неё подарочки. Ребята, смешно это звучит. Это человека, который не работает, человека, который по жизни ничего не скопил, и который, да, по большому счёту, вот эти деньги, которые ей выделяет сам Вэл, либо присылают зрителей, отправляет прямиком к Эдику. То есть она сидит и считает, что это она собирает посылку. Она не понимает, что на самом деле эту посылку оплачивает сам Вэл. И когда она сидит и рассуждает, что я там всем дам футболки, кто помогает Эдику, там ещё какие-то подарки, хочется спросить, мама, а где вы возьмёте эти футболки? Неужели снимите сам Вэлла? Или по факту сам Вэллу много, да, называется, не будь жадиной, поделись с ближним. И мама даже здесь, да, пытается рассказать, что она абсолютно не жадная. Вот видите, я же собираю посылку, и всем перепадёт. Мама, вы не жадная, вы отправляете чужое, не своё. Это не вы купили, это не вы на это заработали. Это вам дали, а вы просто отправили. И вы знаете, тоже как-то вот не очень наблюдать за тем, как один сын тебе это даёт, чтобы ты жила себе в удовольствие, ни в чём не отказывала. Ты же эти деньги берёшь, отрывая от одного ребёнка, отправляешь к другому. Ну, согласитесь, как-то нечестно. И вы знаете, ребят, давайте рассуждать логически. Не так легко сам Вэллу даются эти деньги. Понятно, что на Ютубе он зарабатывает достойно. Но всё-таки, как бы не было, не каждый выдержит вот этот, ну, я даже не могу сказать, да, прессинг. Но, скажем так, вот это давление, то есть снимать 24 на 7 постоянно и на протяжении стольких лет. Но мама это никак не оценивает. То есть мама с позиции, вот ты мне дай расположена, а я отправлю Эдику ему нужней. Хотя сейчас у Эдика выросли просмотры, он действительно может сам себя полноценно обеспечить. Но нет, у мамы всё-таки болит сердце, поэтому надо у одного забрать и другому отдать. Далее кто-то написал в комментариях Самвеллу, что помоги Эдику с ремонтом. Ребят, вы знаете, здесь мне стало смешно. Хочется сказать следующее. По большому счёту, он не должен помогать. Это Эдика жизнь. У Эдика семья, он взрослый, зрелый дядя. Это ещё старший, по большому счёту, должен помогать младшему. А здесь типа помоги Самвеллу. И опять-таки, многие говорят, у Эдика семья. Но, ребят, простите, это Эдика семья. Это Эдика решение. Причём здесь Самвелл, и каким боком, то есть он должен давать денег. Да, не без этого. Он может какую-то энную сумму отправить на подарки, на какие-то сувениры, гостиницы, типа, да, от дяди племянника. Но это не говорит о том, что он должен брать на полное содержание или какую-то помощь конкретную оказывать со стройкой или ремонтом Эдика. То есть причём здесь к этому всему Самвеллу я, честно говоря, не совсем поняла. Далее, да, конечно же, старшенький брат Эдик теперь очень хочет, чтобы к нему приехал Самвеллка и Татьяна Васильевна в гости. И вот тоже интересно, наверное, походу Эдику нужна реклама канала. Мало ему дохода, мало подписчиков, хочет догнать Самвелла, поэтому очень ждёт их в гости. И тут мне стало интересно, Эдик, почему только Самвеллка, почему только Татьяна Васильевна, ты забываешь, что у тебя есть ещё сестричка с большой и дружной своей семьёй. То есть согласитесь, просто Ира со своей семьёй невыгодна, она неинтересна, она не добавит просмотров, она не нагонит подписчиков, не вырастут у тебя на канале просмотров благодаря Ире. Поэтому конкретно необходимо участие именно Самвелла и Татьяны Васильевны. Это готовы, гарантированы просмотры, да, и контент, поэтому и приглашают очень в гости. Далее, да, ребята, следующий ролик, который я посмотрела, это там, где Татьяна Васильевна заболела, что-то у неё по-женски происходит, Самвелл не понимает, что. И вот здесь мама стонет, рассказывает, как ей больно, как ей плохо и тому подобное, но при этом чётко помнит за Эдика серебряную кнопку от Ютуб и очень переживает, когда же она придёт её любимому сыночку, ведь он её заслужил. И при этом, да, она сидит и рассказывает про свои женские какие-то половые болезни. Ну, во-первых, я не поняла Самвелла, зачем это снимать, зачем показывать, зачем снимать момент, когда ты, да, голяешь маме ягодицы и ставишь уколы, вот это всё, конечно же, я не поняла. Я понимаю, что это контент, я понимаю, что мама должна сама себя окупать и деньги не пахнут, но не до такой степени. И точно так же я не поняла, где в этот момент находится Ира. Но согласитесь, как-то неправильно, когда у тебя есть дочь, обсуждать вот такие интимные подробности, тем более гинекологии именно с сыном. И вообще, я поражаюсь, насколько Ира самоустранилась от мамы. Она даёт всё время рекомендации Самвеллу, что ему нужно с ней сделать. Но, ребят, я была бы согласна, если бы она далеко жила. Но её расстояние от мамы это максимум 100 км. И согласитесь, имея хорошую машину, но это ни о чём, это просто полтора часа езды и ты у мамы. И можешь, в конце концов, хоть как-то, да, подсобить и хоть как-то поучаствовать в её жизни, хотя бы в её лечении. Ну, где это видано? При наличии дочки мама сидит, рассказывает о своих трубах, о своих придатках и прочее. Но это действительно ненормально. Но Ире походу абсолютно плевать на маму. То есть, ей Самвелл, на которого благополучно её скинули, плевать, какой он контент делает на маме, плевать, в каком свете он её выставляет, лишь бы Иру не трогали, не напрягали именно с этой мамой. Для неё мама это действительно балласт. И если бы не Самвелл с контентом, очень туго бы пришлось Татьяне Васильевне. Ребят, ну, на сегодня я всё сказала. Конечно же, продолжение следует. Пока, до новых встреч. Субтитры сделал DimaTorzok